мастер-класс это такое мероприятие где люди приходят и показывают что они в данный момент могут и что они приготовили и никогда ведь не ты не знаешь как они умеют реагировать на на критику или на предложение от этого тоже зависит мастер-классы спасибо 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 как ты думаешь это песня или или это рассказ или это танец или что это такое повествовательный а танец бывает повествовать нет нет тогда какой он может нет но это танец или же танец шествие правильно абсолютно темп выбрал очень удобные да вот как вы шести но если будешь все менять темпы если ты рядом с тобой будет танцовщица и будет очень трудно танцевать ну что должен быть постоянный ритм вот его немножко не хватает пунктированные ноты чтобы они были ясно сыграны и входили вот в этот вот в это движение в это темпо ну вот тут постоянное движение она создает и создает тоже и спокойствие вот спокойствие не хватает потому что вот не от этого пасты от постоянного движения и укорачиваешь длинные ноты вот это вот совсем нехорошо пожалуйста покажи нам вот наконец приходишь главный тональность вот здесь тоник она в четвертом такте да и самое главное самый самый главный голос какой у баха всегда верхние верхние очень интересное мнение ну а что ты скажешь по поводу генерального баса он главный да кто верхний либо или нижний вот баха всегда главный голос это бас и на нем все строится и мелодия у него возникает как бы как украшение этого баса и вот эти вот ведешь бас слушаешь его и получается постоянство бас нам помогает понять произведение совсем по-другому все складывается и маленькие нотки они не должны быть слишком насыщенными потому что они проходящие вот это вот мя проходящие нотки это слишком да они как бы ведут да они важны каждой нотка важно но они проходящие самые главные ноты это кармония это первая доля и разрешение басовой линии до бенда до бенда то твой дико вместе Я опаздываю, не опаздываю. Покажем жигу? Давай. Спасибо, спасибо. А вот, Жига, какой танец? Быстрый. Быстрый еще какой? Веселый. Ну, давай, как в книжке написано. Это английский танец моряков. И что они делают? Они стучат ногами. Пьют пиво, наверное, да? И радуются жизни, да? И что получается, когда топают? Ну, я еще не успел повторить, и поэтому я не все ноты играю. Но! Вот чего хочется, это вот этот ритм подчеркнутый, и поэтому другая артикуляция должна быть. И первая нотка, она отдельная, она не соединяет, не играет, так легат и все завоалирует. Ну, она очень странная, эта Жига. Она обычная Жига на три. А здесь у нас триоли. И поэтому это, видимо, какой-то другой танец, только называется Жига. А вот не спеши, не спеши. Вот интересная еще одна вещь, еще интересная. Это называется диминуиция. Диминуиция – это значит уменьшение. Вот у нас есть большая фигура на два такта, потом в два раза меньше по такту, а потом по полтакта, и потом даже по четвертям. Вот это и получается диминуиция. Это в каждом произведении Баха мы это найдем где-то, да? Диминуиция называется по-немецки, да? Диминуиция. Уменьшение. И вот смотри. Да? Уже раздели. А сейчас. Это уже раз по две. А здесь по одной. Как мне стыдно, я не могу сыграть так хорошо, как ты. Давай, сыграй получше. Ти-то, ти-ти, ти-ти, ти-то. Дальше. И не спешите, дам-пам-пам Здесь можно немножко остановить зальчика И начать сначала Не спеши, не спеши Они топают, но это еще когда они не напились Поэтому они топают ритмично Вот Вот я тебе желаю топать ритмично Спасибо, Данила Спасибо Он имел счастье очень-очень много произведений пройти И пассивно, и активно Вот в нашем классе, у Ростроповича Ведь ему было скучно Если приходит следующий ученик, играет то же самое произведение И что он придумал Он встречался с нами всегда 1 сентября Он всегда 1 сентября был И говорю, сейчас задам программу И каждому задавал другие произведения И чего он этим добивался Он добивался того, что мы все играли разные вещи Ему было всегда интересно А мы были обязаны присутствовать на всех уроках Когда только могли И мы знали все эти вещи наизусть Даже если мы не играем КОНЕЦ Спасибо большое Спасибо, Дана Спасибо Очень-очень хорошо Очень интересно Интересное произведение Вот Что важно Не только Мы сейчас говорили в Бахе Мы немножко говорили о ритме Здесь, конечно, надо звучать У тебя очень хороший звук А вот Чтобы сделать произведение интересным Чтобы хорошо слушалось Что еще, кроме звука Очень важно Ритм Ну, ритм Да, хорошо Ритм Да, еще что? Динамика Динамика Она делает нашу речь И вообще наши высказывания Всегда интересным Потому что Если мы будем бубукать Всегда одно Туда-то-то-то Перестанут слушать Да, значит Секрет в том Что Если мы будем Разнообразить Динамику Мы получим другие краски И так далее Да Вот здесь вот мы Прямо и начнем Потому что В принципе Конечно Композитор пишет Много динамики Но вот Если он пишет Форте А форте не исполняется Тогда что-то произведение Теряется Теряет Да Потому что Например Здесь ты должна прийти к форте Вот возьмем начало Тут написано Поко, анданте и рубато Что такое Поко, анданте? Как ты думаешь? Ну Спокойно А почему Поко Немножко Вот Поко, аллегро Он пишет Он задает нам такие Трудные Задачи Вот Есть такие композиторы Вот Брамс У него всегда Аллегро Нон тропо Или Как там еще Минетто Нет Аллегрето Квази Минетто Значит Ну как бы Или аллегро Но не очень Да Нон тропо Не совсем Значит Композитор Старается Не точно Установить Вот Так вот Характер Темпа Или характер Ритма Или характер Произведения А так Примерно Он дает нам Возможность Интересно Что Вот это Венгерское начало Оно очень Зажигающее И очень Забирающее В себя Что такое Венгерское начало Это Мадья Это акцент На первую долю Это Маша Да 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 И тогда бы Мы бы назвали Мартину Если бы это был Венгерский композитор Да У них всегда акцент На первой доле Вот здесь Вот в этой пьесе Мы видим Этот акцент Вот этот Можно Немножечко Преувеличить И вот Эту Пунктированную ноту Тоже Можно чуть-чуть Больше пропунктировать Чтобы Больше характера А не высчитывать Да 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 Это раз Потом Следующий У нас Идет Пью форте А потом форте Значит Вот это вот Форте Не надо Предвосхищать Сначала Начнем С темы Прямо И хочется Чтобы все Четыре такта Были Объединены Одним дыханием Да А что-то у нас Не получается По ритму Здесь Три четверти Вот Да Это может быть Что здесь Три четверти Да Вот видишь Здесь две четверти А здесь Три четверти Вот так что Он даже Выписал Эту рубату Он Это Ти-ти Это ты меня Обманула Просто Это так Ты играешь Очень медленно Я думал Что я ошибся Маша Давай Давай это нужно он напряжение хочет создать еще голос свой показать а вот сейчас настоящий форте извините вот интересно а почему я решил что должно быть громче ну там идет развитие идет развитие и написаны форты а до этого пока форты но почему ему это удается потому что он на кварту все переносит наверх вот на кварту наверх это это больше экспонировано это еще больше чем было до этого значит а дальше было бы еще развитие дальше вот покажи это развитие нет а здесь четверти а здесь другое совсем здесь совсем другое потому что эти а здесь это большая разница это большая ошибка если этого не делать но ты будешь это делать правильно сейчас да пожалуйста и крещендо и крещендо и крещендо и крещендо и крещендо и постоваться нет 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 с мамой играешь да да вот вот это не всегда плюс что мама все твои ошибки она так так завалирует это дамы никто не догадается что ты неправильно играешь а я вот тут сижу и выискиваю твои ошибки значит я плохой да смотри да то ты на то дни то дни то дни то дни вот так это был бы ритм на конечно вы потом еще надо пропеть и так далее не в таком характере противном как я спел да немножко не хватает решительности в изображении всех нюансов. Можно где-то взять поменьше, чем написано, или побольше, да? Но, во всяком случае, вот разница, вот очень важен баланс. Вот здесь мецофорта, а здесь форта. Почему? Здесь опять мецофорта. И иногда композитор еще делает так, что он пропускает у фортепиано какие-то голоса, чтобы они были слышны, а потом дает велочели тоже какие-то нюансы, которые ну, как сказать, камерно-музыкальные нюансы, да? Чтобы выделить этот или другой голос. Поэтому все внимательно, надо еще раз это все посмотреть. Молодец. Очень красиво играешь. Спасибо. Абсолютная школа жизни и выдержки, и уметь себя собрать, уметь собрать свои силы, которых еще, может быть, даже и нет. Вот, то есть вырасти из себя. Это и есть вот та школа. Иногда приходишь минус 20 в Москве, да, и думаешь, ой, сейчас будут разыграться, руки холодные. Ну, наверняка, Ростропович, привет, чуть попозже. Ну, я там разыграюсь, прихожу в класс, ты где? Я уже сижу, тебя жду. Ну-ка, давай, играй, да? И играешь без подготовки, без разыгрывания, холодными руками. Вот, и, конечно, это большая закалка. Вот она всю жизнь мне очень помогала. КОНЕЦ Вот, ну, что я скажу. Во-первых, я хочу попробовать виланчель. Вот у меня есть по поводу звучания, вот это хорошо, но мы еще к этому не подошли сегодня. Вопросы, смотри, вот это вот, вот это. Это тебя убивает. Для того, чтобы иметь большую кантилену, надо иметь много волос, смычки. Вот, если ты хочешь иметь большой звук и большие возможности звучания, да, нельзя уходить слишком сильно к грифу. Да, потому что струна, она не выдерживает здесь давления никакого смычком. Вот. Теперь, что, мне кажется, можно улучшить, это когда левая рука идет наверх, и когда правая будет это поддерживать, чтобы было крещендо. Когда ты едешь наверх, ты только фортепиано делаешь крещендо. Ты скрываешься за фортепиано. На самом деле, у тебя желание большое есть, выразительность, и ты очень талантливая, и чувствуешь музыку, но сама этого не делаешь. Вот. Тема начинается с кульминации. Не зажимай звук, смотри. Я думаю, что тебе будет твоим смычком легче. Ти-ти-ти. Давай. Вот смотри, сразу. Здесь еще надо оставить достаточно звука, да? Дальше, дальше. 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 Вот для бимуэна. Не очень хорошо звучит, да? Узкая вибрация, палец стоит немножко вот в эту сторону Попробуй только одним пальцем играть Немножечко повернуло, звучит более открыто Тоже постараться, чтобы в верхней позиции было больше звука Все-таки это крещение И с мальчиком пойти, и то же самое Давайте поищем эту ноту Держи смычок Не уходи слишком высоко с мальчиком Не давить, только не давить Звук создается за счет того, что очень хороший контакт с грифом Здесь Кладешь палец туда и даешь вес Звук создается за счет того, что очень хороший контакт с грифом Тоже больше легато в левой руке И лучше соединяется тоже Вот есть такой маленький секрет Маленький секрет, это когда ты меняешь смычок Ты сначала протяни его еще в ту сторону, в которую ты играла То есть каждый смычок на сантиметр длиннее Хорошо Ты хочешь его поменять, а ты сыграешь еще один сантиметр До конца Когда двойные ноты, постарайся больше обратить внимание на верхнюю ноту Представь себе, как она звучит Играет только верхний голос Я играю верхний, только верхний Нет, ставь пальцы на оба Нет, нет Смычком играй только верхний А, хорошо Да, ну вот, найдись, вот Проконтролируйте Проконтролируйте Только хитрое Вот так? Да, вот, именно, именно Если ты не проконтролируешь, то не будешь знать, как он звучит Да, так Так Этого не делали? Не делали? Честно? Честно? Нет Нет? Ну вот Значит, ну что-то я тебе дал Спасибо Ты знаешь что? Ведь Наша игра состоит не только из работы, таланта, хорошего учителя Все у тебя это есть А наша работа состоит из того, что мы слышим И как мы сами можем среагировать на то, что мы слышим И мы должны обязательно услышать, что у нас может быть не в порядке Что мы хотим улучшить И прослушать то, что совпадает с нашими желаниями Или не совсем, да Как это доходит, как это выходит из наших рук Если мы это не прослушаем, другие люди это тоже не услышат Спасибо тебе, я почти уже пьесу выучил Спасибо 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 У меня было много разных учеников Были ученики, которые в классе себя не очень активно проявляли Или я всегда волновался, вот успеет ли он подготовиться к концерту, выучит ли И вдруг выходит на сцену и дает самый максимум, который только возможно То есть оказывается на пике своих возможностей А были люди, которые прекрасно занимались И уже были готовы к выступлению И вот выходит на сцену и играют ниже своих возможностей У каждого это проявляется по-разному Вот из-за нервов Или из-за неумения себя в нужный момент сконцентрировать Вот это и есть то самое Умение в нужный момент сконцентрировать все свои силы Вот это и есть самый большой артистизм У нас концерт новый И как построить, как выстроить тему Чтобы было интересно слушать И чтобы соответствовало тому характеру или тому движению, которое в теме есть Тут, смотри, и пунктированные ноты Сначала две быстрые ноты, потом пунктированные И все движение наверх, да, потом длинные ноты А то вот все это соединить в одно Сейчас то, что мы слышали Это звучало как-то так непонятно Как-то не знаю, что куда идет А ведь очень важно себе дать цель Куда мы должны прийти Ну дальше что? Дальше Гайна хулиганил Он потому что играл это Да, дал играть это своим Велончелистам Для князя Эстерхази И он знает, что они вот приходят Слушать классическую музыку В основном им скучно А для того, чтобы их каким-то образом Может быть спровоцировать или сделать все это Чтобы они проснулись, да Он выстраивает вот этих солдатиков И они к ружью идут, да Или бряцают своими саблями Это же не мелодия Правда? Да Значит, совсем другой характер Опять, они уже испугались А он даже На самом деле Вот и получается, что не всегда тема Она вот такая вот единая Сначала до конца А в ней есть свои какие-то интересные моменты Вот здесь вот этот такт Он интересен тем, что он как бы выходит из рамки А вот первые два такта Это сама тема Это уже вариация Вот сейчас попробуем это сделать Пожалуйста Что нехорошо В аккорде нет верхнего голоса Смотри Во-первых, аккорд не надо ломать А надо его переваливать Через струну И остановиться на верхней струне Да? Пожалуйста Нет, ты все-таки хочешь ломать И звучит так На самом деле Медленно Думай про смычок, который пойдет вверх И каждый раз больше Развивай смычок Только пунктированная нотка Она играется очень маленьким смычком Мало смычка для быстрой нотки Да? Для этой Что у нас там Тридцать вторая Да? А Главная нотка, которая нас ведет дальше Она каждый раз получает больше смычка И получается крещендо Давай Не обязательно стоять на том же самом месте Да? Может, получается, как бы Как бы искусственно задерживаешь И поэтому зажимаешься Только смычок оставь, пожалуйста, на струне Когда ты берешь маленькую нотку Чтобы смычок был на струне Смотри на струне Здесь поднимаешь А здесь поставим Когда играешь маленькую нотку Она у тебя здесь, на струне Да Здесь вообще в оригинале легато нет Ну, можно играть легато, это не важно Да Важно, чтобы получилось крещендо Ход наверх Это крещендо всегда Ход вниз Это диминендо Если ничего не написано Пожалуйста Вот, теперь еще Вот какой характер у нас? Храбрый, мужественный Храбрый, мужественный Торжественный Потому что это Князь Эстергазий пришел Идет Идет он Так Медленно идет Честь отдает Всем говорит Здрасте А рядом с ним Кто? Княгиня Его жена Рядом с ним приходит Она в таком Длинном Красивом платье Красиво выглядит Сегодня Солнечный день Она особенно Довольна И он делает ее портрет Она тоже по сторонам смотрит И всем отдает Воздушные поцелуи Нежно на всех смотрит Это какой характер? Плавный, спокойный Лиричный Певочий И что мы выяснили Что в музыке Всегда есть характер Неважно какой Это мы можем придумать Другую историю Но всегда будет характер Музыка без характера Это неинтересно И не бывает Вот когда мы с тобой разговариваем Вот я обращаюсь к тебе Я себе обращался Ты бы подумал что-нибудь очень плохое Но я вот смотрю на тебя Радуюсь, что ты здесь И разговариваю очень выразительно И ты тоже Со мной выразительно разговариваешь И так же надо играть Давай конкурс То лучше аккорд сыграть Ты или я Давай? Давайте Я тебе говорил Не надо ломать А чуточку можно и сломать Но надо смычок перевести С нижней струны На высокую Я думаю, что нам надо Всегда вместе играть Спасибо вам большое Защита от волнения нет Защита приходит с возрастом Я могу про себя сказать Что я никогда не волнуюсь Сейчас Было время, когда я очень сильно волнуюсь Я играл в Токио Очень ответственный концерт Играл концерт Шумана Который я с огромным удовольствием играл И вот я так волновался Что я знал, что сейчас что-то произойдет И действительно что-то произошло Я не попал на какую-то ноту И вы знаете С этого момента волнение прошло И дальше пошло все замечательно Думаю, что если меня спросят Какое произведение вы не хотите больше никогда играть Я, наверное, скажу Ромберга концерт номер два Потому что Тома играет Вот, пожалуйста Как жалко, что я не знал тогда Я бы его выучил тогда А так я видел только вот трудности Трудности, одни трудности Вот хорошо, что мы вот сейчас Я смотрю со стороны На тебя, как ты с ним справляешься И что мне сразу в голову пришло Я вижу это просто Ты вот любишь ходить Гулять смычком По всему диапазону Вот здесь вот у нас смычок имеет тоже свой Это не гриф Это вот это вот место, где лучше всего звучит Потом в начале у нас что написано? Ты читала? Мецефорте Мецефорте А дальше? Кон гранде Чего? Кон гранде Кон грандецца Скажи это слово Грандецца Грандецца Что такое? Грациозно? Грациозно? Нет? Нет Совершенно Гранде по-итальянски Это большой Грандецца Это значит Еще Еще больше Грандецца Это уже такое торжественное состояние Вот выходит Князь или граф Или он грант Да? Он весь В погонах И у него такая самоуверенность Вот он выходит и говорит Вот смотрите Я сам Или ториадор Вот я самый лучший Я самый удачливый Я самый ловкий Вот я самая лучшая Я самая красивая У меня самое лучшее платье Смотрите Сколько у меня бриллиантов Вот это грандецца Хорошо Ну и как это выражается в игре Покажи нам Нет Нет Вот это не грандецца Это не грандецца Вот смотри Даже вот маленькие нотки Не такими короткими Смотри Маленькие нотки На маленькие нотки Дай больше смычка Чтобы прозвучало Здесь сохрани На длинные нотки Можно сохранить смычок Чтобы потом Нам в шестнадцатых Использовать больше И будет больше звука И стараясь играть крещендо В этих четырех нотах В этих четырех нотах Все наше исполнение Вся музыка Это крещендо Крещендо Это не только больше звука Крещендо Это развитие Крещеры По-итальянски Это развивается Когда кто-то рождается И становится больше и больше Да И цветок открывается Или человек растет Вот В прошлом году Это не была такая Большая А всего В этот раз Моё же Как расцвела Потому что Вот ты сделала крещендо Вот ты делай крещендо В каждом смычке Для того Чтобы было крещендо Надо начать Новое движение Как бы Немножко меньше Чтобы было больше Да Гвозь Поехали Шестнадцатое Дай им больше смычка Больше движения Движение Да И развитие Давай У тебя на этой нотке Ты уже смычок Ведешь Отсюда А ты его поставь И смотри Чтобы он Прилип Они там Да Очень хорошо Только Только сейчас Выпрями спинку Да Ты же красивая девочка Смотри Вот так будешь сидеть За виланчей Это некрасиво Вот так красиво Да И торжественно Вот Рассказывай свою историю Нет Ты знаешь При этом Не надо давить Давить не надо Давить Это Это Как Можно поперкнуться Свободно Свободный голос Освободи смычок Возьмешь ноту Освободи немножко Слушай звук И во второй половине Делаешь Ускорение Да Вот Внимательность Посмотри На ми Где Начала Здесь А потом Перешла Сюда А ты Сразу Все нотки Сыграют До конца До конца До конца Все четыре Да И восьмые Сыграют Нет Ты не играешь Ты пропускаешь Одну ноту Вот Эту нотку Пропускаешь Ты дослушай ее Лучше Вот Смотри И опять Ушла Сюда Вот У меня Довольно Длинный гриф Поэтому Так не видно Чтобы Можно было Здесь Лучше Играть В верхней позиции Но у тебя Гриф Вот такой И ты Умудряешься С мячком Прийти сюда А здесь Никакого звука Нет Видишь Нет Нет звука Да Здесь можно только Сульта Такой звук Делать Да Не подходи Близко Грифу Иначе Не будет звучать Да Вот Возьми Фадес Надо его Услышать Представь себе Лучше 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 Вот видишь Мы нашли Вот эту Проблему Когда смычок Отправляется Путешествовать Вот надо Обязательно Сделать так Чтобы Он у тебя Путешествовал Только Когда ты Ему Разрешаешь Да Чтобы Ты его Лучше Контролировала Чтобы он Стоял На том же месте Чтобы он Чтобы Он мог Продуцировать Очень Ясный Красивый Звук Да Вот я думаю Что это Очень хорошее Задание Да Спасибо тебе Сегодня мастер-класс Он выстроился По Технологическим Темам Само собой Вот Первый участник Вызвал Вот Интерес Поговорить На одну тему Второй На другую Третий И так я смотрел Ага И все Получалось Зависит тоже И Как построить Мастер-класс Это уже опыт Того Кто проводит Мастер-класс Чтобы Публике было интересно И чтобы Студенты Имели Такую Вот Пользу Многогранную Не только Всегда говорить На одну и ту же тему Допустим Там Извлечение Звука Или Или Выразительность А вот Каждый раз Открывалась Новая Интересная Страница Вот Нашей Техники Нашей игры И Страница музыки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому